В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Праздник весны и труда, как 1 мая отмечали в Советском Союзе. У природы нет плохой погоды. Что нам готовит лето 2020 года? Наживается на истерии. Какие уловки придумали мошенники во время пандемии? Далее расскажем обо всем подробно. Праздник весны и труда – один из символов эпохи СССР. Но его история начиналась еще в 19 веке. 1 мая 1886 года в Чикаго рабочие собрались на митинг, чтобы отстоять свои права. Несколько лет спустя этот день начали отмечать в европейских странах. К нам праздник пришел после революции. О том, как саровчане проводили 1 мая десятилетия назад, рассказывал историк Иван Ситников. Первая майская демонстрация в нашем городе прошла в конце 40-х годов. Тогда в митинге приняло участие около 200 человек. В советский период праздник весны и труда был доброй традицией. В этот день сотрудники организации и предприятий города собирались в колонны. Со знаменными, флагами, плакатами и воздушными шарами они шли на площадь Ленина. Для подавляющего большинства трудящихся это был, если хотите, выход в свет. На демонстрацию все наряжались, как женихи и невесты. И приходили в свои колонны. Кто-то целыми семьями. Было какое-то доброе, негласное соревнование среди трудовых коллективов, чья колонна ярче и наряднее. Во главе каждой колонны шел оркестр. Он создавал атмосферу праздника, задавал ритм. В начале шествия двигалось быстро, но ближе к площади Ленина движение колонн замедлялось. Пройдя мимо трибуны с песнями и криками «Юра», а на трибуне стояли руководители города и предприятий, людские колонны доходили до магазина «Восток», сдавали транспаранты, красные флаги, портреты вождей, уполномоченному от коллектива лицу и с чувством исполненного долга шли продолжать праздник. В первомай все гуляли и веселились. В городе существовало негласное правило для милиции. Пьяных, трудящихся в эти дни не арестовывать, а наоборот помогать добраться до дома. Сейчас 1 мая уже не тот праздник, который был в Советском Союзе. И демонстрации в этот день скорее чисто символические. Собираются на них в нашем городе всего несколько человек. А в этом году митингов не будет вовсе. Ирина Вышогородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Режим самоизоляции продлится все время майских праздников. На прогулку можно выйти только на час в день. Поездки на дачу тоже ограничили. Выезжать на садово-огородные участки их владельцы имеют право только два раза в неделю. В социальных сетях мы спросили жителей нашего города, где они проведут праздники. Большинство, 45%, в эти дни сидит дома. На даче самоизолировались почти 32%. Свои голоса за вариант на работе отдали 9%. А вот вопросом, а что будут праздники, задаются 14% участников опроса. Аномально теплая зима передала эстафету весне. Но апрель не оправдал надежд и побил скорее антирекорды. Он был холоднее климатической нормы. Какая погода ждет саровчан в мае и что готовит нам лето? Что происходит с климатом на планете и стоит ли говорить о глобальном потеплении? Об этом в нашем следующем репортаже. 2019 год в Нижегородской области был не самым жарким. Он занимает лишь третье место в рейтинге. Первое место делят 2008 и 2015 годы. Но прошедшая зима была аномально теплой с превышением многолетних значений на 5-7 градусов. Эту же тенденцию поддержал и март, который выбился в лидера с превышением над климатической нормой на 5 градусов. А вот апрель тенденцию не поддержал. Со 2 мая прогнозируется активная волна тепла. Столбики термометра в дневные часы будут подниматься до 18-20 градусов. Это преобладающий температурный фон. Ночные значения также высокие, в пределах плюс 10 градусов. Такой температурный фон больше будет соответствовать концу мая. Но это не означает, что такая погода продержится весь май. Тепло, как обычно, будет чередоваться с похолоданием и кратковременными дождями с грозами. Май – самый неустойчивый месяц в году. Поэтому тепло, которое прогнозируется в первых числах, потом может компенсироваться вторжениями холодного воздуха с севера. А это уже чревато заморозками и даже выпадением снега, как это было в 99-м и 2000-м годах. Что касается летнего сезона, то по прогнозу Гидрометцентра России среднемесячная температура воздуха в июне и в июле, как и количество осадков, близко к средним многолетним значениям. То есть лето обещает быть теплым. В августе температурный режим предполагается выше многолетних значений на фоне того, что осадков ожидается меньше нормы. Поэтому саровчане, как и другие нижегородцы, в этом году должны получить настоящее теплое и даже местами жаркое лето. Конечно, пандемия внесла свои положительные элементы в экологию планеты, но они незначительны. Так, из-за снижения активности предприятия снизились выбросы промышленных газов. Сократился и выброс от транспортных средств. Но, по словам специалистов, говорить о глобальном потеплении еще рано. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Жители Нижегородской области приглашают присоединиться к движению «Спорт без преград». Чтобы принять участие в проекте, нужно снять видеотренировки со словами поддержки о важности проекта. Разместить его на личных страницах в социальных сетях с хэштегами «Тренем вместе! Без преград! Спорт без преград!». А также отправить ролик на e-mail fkasobaka.paralim.ru Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиян, которые без пропуска передвигаются на машине в период самоизоляции, предложили штрафовать. С такой инициативой выступила ЗАГС Собрания Нижегородской области. Проект по праву к кодексу об административных правонарушениях внесли в Госдуму. Автомобилистов, которые, не оформив разрешение на выход из дома, сели за руль, предлагают штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение режима самоизоляции будут выписывать максимальный штраф. В клинической больнице номер 50 напоминают, граждане, которые не ранее 1 июля 2019 года перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абилляцию и не являются инвалидами, имеют право на льготное лекарственное обеспечение в течение года. Для выписки льготных рецептов пациенты, прикрепленные к поликлинике номер 1, могут обращаться по телефону 9-55-65. Во второй поликлинике звонки принимают по номеру 9-52-63. Саровская прокуратура призвала граждан сообщать о случаях завышения цен в условиях пандемии коронавирусной инфекции. С 6 по 8 мая в надзорном ведомстве пройдет горячая линия, в ходе которой прокурорские работники будут принимать звонки от жителей города. Рассказать о фактах необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания, товары и лекарства можно будет по телефону 6-0-0-33 и 3-32-87. Более 150 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей. В 36 паразитах, взятых на анализ, обнаружен возбудитель вирусного энцефалита. О том, как защититься от клеща и какие правила нужно соблюдать при поездках на дачу, расскажем в следующем репортаже. Два случая укуса клещами зафиксированы весной в Сарове. По словам специалистов, в средней полосе кровососы выходят из зимней спячки лишь в начале апреля. Но аномально теплая зима стала причиной их раннего пробуждения. Из-за этого поездки на дачу и прогулки в лесу для людей могут быть опасными. Чтобы избежать укуса, специалисты советуют каждые 15 минут проводить осмотры своей одежды. Домой клеща может принести ваш питомец, собака или кот. И также с цветами и с листвой вы тоже можете принесить домой клеща. Клещи находятся в лесу на высокой траве. И как только они попадают на человека, они ползут снизу вверх. Всего насчитывается около 100 видов клещей. Шесть из них могут заразить человека. Ежегодно в России регистрируется 9 тысяч случаев заражения. Самые опасные – иксодовые клещи. Они переносят вирусный энцефалит и боррелиоз. Против клещевого боррелиоза не создана вакцина. Поэтому основная мера профилактики данного заболевания – это профилактика присасывания клещей. Что для этого нужно сделать? Если вы выходите на природу, в лес, нужно по возможности закрыть открытые участки тела. Излюбленные места присасывания клещей – это шея, подмышки, пах. Брюки, по возможности, надо убрать в носке или в сапоги. Рубашка должна иметь длинный рукав с манжетой. На голову обязательно косынку или капюшон. Укус клеща обычно безболезненный. При обнаружении кровососа необходимо захватить его пинцетом, держа строго перпендикулярно поверхности кожи. Повернуть тело клеща вокруг оси и вытащить. После места укуса продезинфицировать. Если вы почувствовали озноб, головную боль, подъем температуры тела, тошноту, не стоит откладывать поход к врачу. Это может привести к серьезным последствиям. Укусы клещей опасны и для домашних питомцев. Они заражают животное пироплазмозом, который может привести к летальному исходу. Поэтому во время прогулок в теплый сезон важно побеспокоиться и о безопасности своего любимца. Купить ему специальный ошейник, шампунь или таблетки. И осматривать после возвращения с улицы. Ситуацию вокруг коронавируса начали активно использовать мошенники. Для кражи денег и персональных данных злоумышленники изобретают новые уловки. Например, предлагают чудо-препарат от COVID-19. Или средства для дезинфекции жилища. Сотрудники полиции напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Не сообщать никому данные своих банковских карт. И переприваять всю информацию от незнакомых лиц. Пандемия подкинула нечистым на руку гражданам идеи для нечестных заработков. Традиционной площадкой для отъема денег у населения стал интернет. Здесь злоумышленники развернулись и мимикрируя под госструктуры. Например, депутат Государственной Думы Александр Курдюмов нашел псевдо-сайт государственных услуг, где каждому гражданину России предлагают получить компенсацию за самоизоляцию в размере 15 тысяч рублей. Разумеется, за перевод средства нужно заплатить пошлину. Эксперименты ради я ввел данные человека, который умер в конце прошлого века. Но даже учитывая эти обстоятельства, система насчитала почти 130 тысяч рублей по выплатам. То есть этому человеку заплатили бы 130 тысяч. Но, естественно, граждане, поверив, оплачивают пошлину. А вот компенсацию никогда не получат. А еще мошенники предлагают в интернете чудо-средства для борьбы с коронавирусом. Например, очиститель воздуха, убивающий возбудителя заболевания. Или лекарства, исцеляющие от COVID-19. Работают аферисты и офлайн. Под видом проведения бесплатного тестирования или вакцинации от коронавируса проникают в квартиры к доверчивым гражданам. Чаще всего пенсионерам. А дальше по накатанной схеме. Гражданам поступают различные СМС-сообщения о профилактике так называемой COVID-19. И что необходимо привести те или иные препараты, которые помогают и профилактируют данную болезнь. Либо какие-то различные спреи, какие-то медикаменты, медицинские аппараты. На эти факты ловки поддаваться не нужно. И ни в коем случае не доверяться никаким YouTube-каналам, где там красивая реклама, вывески о том, что данный иной препарат поможет вам в данной проблеме. Никаких новых сайтов, через которые можно получить любого рода компенсации, нет. Все делается через официальный портал Госуслуг. Никаких пошлин за получение денежной помощи от государства тоже никогда не было и нет. Так же, как и нет пока чудодейственных вакцин от нового вируса. Помните об этом, получая через интернет или по телефону заманчивые предложения. А если в ваш дом под видом соцработников пытаются попасть незнакомые люди, спросите у них удостоверения и обязательно позвоните в Центр социальной защиты, прежде чем пускать незваных гостей. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Так сложилось, что из-за карантина, связанного с мировой пандемией коронавируса, нам стало затруднительно путешествовать не то что по миру, по своей родной стране. Не везде можно свободно перемещаться без веской причины. В век информационных технологий есть возможность посетить разные достопримечательности виртуально. Живого присутствия это не заменит, но как временная альтернатива подойдет. Приветствую вас, это Павел Деревянко. Этот портрет, принадлежащий кисти ареста Адамовича Кипренского, подлинный шедевр русской живописи начала 19-го столетия. «Шестикрылый Серафим» стал последним большим полотном Михаила Александровича Врубеля, написанном в промежутке между приступами тяжелой болезни. 3D-туры по залам Русского музея позволяют детально рассмотреть произведения искусства и получить дополнительную информацию о каждом экспонате из уст известных актеров, певцов и музыкантов. Можно отправиться на виртуальную экскурсию по Михайловскому дворцу или Михайловскому замку, корпусу Бенуа, Строгановскому и Мраморному дворцам, домику Петра Первого. Все залы в виде 3D-панорам. В YouTube-канале Русского музея есть записи лекций, встреч с кураторами выставок, экскурсии по залам музеев России от Ярославля до Сахалина. Эрмитаж на время карантина запустил специальную серию включений из реставрационно-хранительского центра «Старая деревня». Первый онлайн был из хранилища кареты и упряжи. Карета, которая перед нами сейчас, это тоже тип кареты Берлина, только с узким козом. Эта карета выполнена во Франции и называется она по-французски «Визави». Расписание онлайн-трансляций из Эрмитажа можно узнать в официальной группе музея ВКонтакте. Открыл виртуальные двери один из главных музеев России – Московский Кремль. Их спозиции можно посмотреть онлайн бесплатно. Уже через 20 дней после коронации платье было передано в вооруженную палату и хранилось в казенных кладовых за золотой решеткой. Найти онлайн-экскурсию легко. Для этого нужно в поисковике ввести название музея, перейти по ссылке, в меню выбрать рубрику «Виртуальный тур» и отправиться в путешествие по залам и запасникам. Елена Грицкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова